Безобразие, ходят по домам, предлагают там где-то чего-то куда-то перевезти, чего-то людей обманывают. Мы хотим, чтобы этого не было. Пенсионный фонд сменил банк. Деньги никому не выплатят, все сбережения сгорят, фонд обанкротился. Такими фразами запугивают нижнекамцев сотрудники якобы государственных пенсионных фондов. На протяжении всей прошлой недели запугивающики наведывались к жителям второго дома по улице Мурадьяна. Интересовались, где лежат пенсионные накопления, просили предъявить паспорт, страховой номер индивидуального счета и убеждали в необходимости оформить перевод накопительной части пенсии в их фонд. Они приходили, две девушки были, спрашивали, молодые в доме есть или нет, до 30-35 лет. Я сказала, нет, они все на работе, и они ушли. Показывают удостоверение, там уж с ребенком маленьким, конкретно, потому что не посмотрят. Я говорю, нет, я сама проверяю, и все, и они уходят. Ну ладно, спасибо большое. Вы, говорят, этот, у нас, говорят, пенсия сейчас, типа, туда-сюда, как бы другой банк там, ой, нет, сберегательный, что-то там другое, пятый, десятый. Собственники квартир заподозрили что-то неладное и обратились в нашу редакцию с просьбой разобраться в ситуации. Я считаю, что это опасно. Дверь открывать не нужно, спокойнее будет и безопаснее. Вопрос мошенничества тут сразу возникает. Для получения достоверной информации мы обратились к начальнику управления пенсионного фонда Нижнекамска Ларисе Семеновой. Действительно ли сотрудники государственного учреждения ходят по квартирам и предлагают услуги по переоформлению договоров? К государственному пенсионному фонду люди по домам не ходят. В исключительно крайне редких случаях, когда, например, пенсионер неходячий, мы выезжаем на дом, это родственники заказывают, пишут объявления, то есть все в курсе, что мы придем. Отличить сотрудника государственного пенсионного фонда от афериста можно по удостоверению. В оригинальном свидетельстве должны стоять печать госучреждениям, подписи руководителя и работника, а также указаны сроки действия документа. Как выяснилось в Нижнекамске, это не единственный вид мошенничества. Сегодня не менее распространен способ телефонного обмана. Неизвестные звонят пенсионерам, представляются сотрудниками пенсионного фонда, оповещают, что должны перевести им некую сумму и запрашивают номер банковской карты. Для того, чтобы пенсионному фонду перечислить какие-то полагающие средства, нам не нужен номер карты, мы перечисляем на счет. Поэтому, если только вам сказали, что нужен номер карты, это мошенники 100%. Ни в коем случае никому не называйте номер карты, тем более, с другой стороны, еще какие-то три цифры, вы их скажете, и вам сразу же придут деньги. Это ложь, деньги будут сняты с карты. Для того, чтобы не попасть на уловки мошенников, сотрудники пенсионного фонда рекомендуют. Первое, попросить представиться и показать удостоверение работникам. Второе, сослаться на то, что вы сами сходите в пенсионный фонд, все там узнаете и, если необходимо, сделаете перевод. Третий, самый надежный способ, вовсе не пускать подобных сомнительных личностей в дом. А в случае, если вы все же решились переоформить пенсионные отчисления, то сделать это безопасным способом. Заявление можно подать в управление пенсионного фонда по месту жительства. При себе нужно иметь документы, паспорт о личности. Также можно подать заявление в электронном виде. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте госуслуг, подтвердить учетную запись. Подтвердить учетную запись можно в центрах МФЦ и в пенсионном фонде. Хочется напомнить и о том, что менять место хранения пенсионных накоплений не рекомендуется чаще одного раза в пять лет. В противном случае весь инвестиционный доход сгорает. Кира Николаева, Лас Семагин, телеканал «Нефтехим».